И снова здравствуйте! С вами вновь Злобный Павлик И сейчас я вам покажу Что такое квартиры в Америке Не сказать, что это дома мечты Но В принципе жить можно Это небольшой райончик Вообще здесь дома Сами по себе не строят Их обычно строят такими комьюнити Поэтому вот этот небольшой райончик Где я сейчас нахожусь Здесь 4 по-моему Таких Барака Трехэтажных Где Собственно размещены эти квартиры Вот Ну вот сейчас я вам покажу Как это выглядит снаружи И как выглядит квартирка В таком бараке внутри Вот сейчас мы зайдем Это такой подъезд Подъезд, не подъезд Ну в общем здесь вот Квартиры Налево, направо, наверх Во все стороны квартиры Хода везде индивидуальная Как бы с улицы Да Вот здесь Какая-то Хибара За которой Расположен Бассейн Вот так выглядит бассейн Ну в общем-то Неплохо В целом неплохо Купаться можно Особенно если жара Вот Сейчас мы находимся Прям в центре этого Комплекса Бассейн Мусорка Такие домики Да, здесь получается Три дома Построены Они отгорожены Эти парковки Отгорожены забором Ну в общем Получается такая Как бы Закрытая такая Территория Хотя Во многих ставят еще ворота Здесь ворот нету То есть вот видите Въезд открыт Вот Но все равно Вроде как Это частная территория Непосредственно Вот этих вот Домов За которую За которую Собственно Все отвечают За которую Нужно платить Которую нужно Облагораживать И все это Ложится на Плечи владельцев Этих домов И Эйчуэй Это Типа Наша ЖКХ Оно Собирает Денежку За то Чтобы облагораживать Менять асфальт Тут Красить Интерьер этих домов Ну и Прочую историю То есть Здесь за все Платят жильцы Государство Здесь ни копейки Не выделяет На то Чтобы Поддерживать В нормальном состоянии Это жилье Ну а сейчас Наверное Надо зайти внутрь Сейчас я вам покажу Что там внутри Внутри Там вообще Сказка Ну пойдемте Сейчас я вам покажу Как живут Американцы Чтобы все Иллюзии пропали Насчет того Как офигенно Здесь вообще Как здесь Офигенно строят Ну не обращайте Внимание На бардачок Небольшой Здесь Квартира Подготавливается К продаже Ну и вот Сейчас я вам покажу Как же все Таки живут Настоящие Американцы Да У всех же Есть ощущение Что там Дома Там все дела Вся красота Не нифига Не все живут В домах И многие живут В апартаментах Ну в квартирках И вот так Вот эти квартирки Выглядят Вот Как-то вот так Вот Эта квартирка Восьмидесятого Года выпуска Да То есть Ей В общем-то Сорок лет Сорок лет Как бы Мягко сказать Не все Здесь ровно Не все Здесь ровно Вот если вы Обратите внимание На потолок То я думаю Видно Да Чтобы вы понимали Перепад составляет Где-то Два Или три сантиметра Ну то есть Он просто кривой Просто кривой потолок И все Ну в общем Все кривое Все абсолютно кривое Просто посмотрите На На сам потолок Да На его отделку То есть Ничего такого Интересного Это называется Попкорн Да То есть Он вот такой Для того Чтобы скрыть неровности Его вот таким Страшным Каким-то Отделывают Попкорном Да Все стены Тоже так же Вот покрашены Видите Да Здесь все Ну в общем Жуть Жуть конченая На самом деле Все в пятнах И это нормально В общем-то Вот эти апартаменты Ценой где-то Сто-сто двадцать тысяч долларов В общем-то Не в самом лучшем районе Как-то так Вот Вот такой вот шкаф Здесь Да Конечно Они достаточно большие Но В целом В целом Дома Строятся из говна И ваты Поэтому Ну и конечно же Здесь Такая Для стирки Да Видите Свет тоже есть Лампочка Какая-то висит Шумит Это кондиционер Работает Вот такая Вот ванна Вот такая Ванна Унитаз Вот какой-то шкафчик Да Тоже Даже Аптечка Вот эта Вот мне очень нравится Вот такая вот Аптечка Жуть конченная Здесь конечно Все поменено Все поменено И светильники Все это было старое Здесь все поменяли Перед продажей Но Даже после того Как все это поменяли Как-то Не особо Навевает Желание здесь жить Вот мне нравится Например Вот это вот Я уж не знаю Что это такое Но Кривизна Я думаю Налицо Да Как раз Такое Где отваливается И это После покраски Свежей От старых датчиков Что-то Тоже осталось Но В общем-то Вроде нормально Окна Перед заменой Поэтому Они забиты Тут Все окна Были побиты Нехорошими Ребятами Вот Но Сейчас Поменяется Кухня Кухня Вот Вот эта зона Для обеда Вот так вот Она выглядит Это кухня Сразу Из этой зоны Для обеда Вот Как-то Такие вот Ящички Ну Это все Новое Такие Такие Какие-то Ящички Здесь Встроенный Шкаф Холодильничек Ну то есть На самом деле Такая мойка Посуда Мойка Ну как вы Поняете Ничего такого Сверх Естественного Здесь нету Кухонька Маленькая Если так Посмотреть Вот он Вход Ну видите Тут тоже что-то Поломано Надо все Красить Вот Как бы Совсем Маленькая Кухонька Зона Для еды Тут же Сразу Зал Вот тут Еще один Шкаф Там Еще одна Спальня Это Третья Спальня Вот тут Шкаф Где тут Свет Включается Вот Такой Шкаф Ну тоже Все полки Кривые Как бы Ну Как сказать Это нормально То есть Это не что-то Такое Сверх Естественное Это Ну это Просто нормально На это Никто Особо Внимание Не обращает Вот Здесь Такой же Потолок Да Только Здесь Пакет На полу Дальше Вот тут Где что-то Свет Включается Вот здесь Привет Еще одна Ванна Тоже Аптечка А ну Какая премьез Что-то Такую штуку Сделать Ну Можно Сойти Кому Придет В голову Аптечка Так Вы Дел Вот Значит Ванна Ну Так Как-то Все Это Выглядит Здесь Шкафчик Такой Вот Ну То есть Как вы Понимаете Далеко Не Как это Евроремонт Или Еще Что-то Такое Не Предел Мечтаний Катакомбы Катакомбы На самом Деле Ну Черт Побери Все Кривое Абсолютно Все стены Кривые Потолки Кривые Все Из Говна И Ваты И Ну Вот так Очень Много Людей Живет И Это Считается Нормальным Жильем И Напомню 100 120 Тысяч Долларов Вот Это Вот Жилье Стоит Оно Конечно Просторное Но Все равно Это Катакомбы Как Как-то Так На улице Кстати Очень Жарко Сегодня У нас На улице Уже 30 Градусов Ветерка Практически Нету Прям Сильно Очень Парит Вот Такая Территория Сразу Выезд На улицу На улице Как видите Нет никого Пустота Карантин Люди сидят По домам Давайте Я вас Сейчас Еще Немножко Прокачу По этому Райончику Контингент Здесь Конечно Живет Среднестатистический То есть Небогатый Обычные Люди Белых Здесь В процентном Соотношении Процентов 30 Где-то Я так Посмотрел Мексиканцы Черные Ну и Все остальные Это 70 Процентов Райончик Старый Восьмидесятых Годов Когда-то Был Очень Хороший Но Понятное Дело Что Со временем Люди Не очень Жалуют Старые Дома Потому что Дома Здесь Как я Говорил Из Говна И ваты А Соответственно Они Через 40 Лет Уже Ну что там Гипсокартон Утеплитель Сами понимаете Все это Дело Начинает Разваливаться Осыпаться Оно Сначала Не очень Хорошо А конечно Когда 40 лет Это все Постояло Оно Уже Превращается Ну в общем-то Сами понимаете В кучу Мусора Вот соответственно Люди Побогаче Начинают Уезжать Ухудшаются Школы Начинают Уезжать И те Кто Себе Хоть Что-то Может Позволить И остаются Только Те Кто Зарабатывают Немного То есть Среднестатистические Люди Если Видите На улице Очень-очень Мало Машин Сейчас Два Часа Дня Должно Быть Машин Просто Куйма Но Дороги Совершенно Пустые Здесь Обычно Пробки Собираются Вот Сейчас Здесь На светофоре Нет никого Ну вот Как я и говорил Видите Все Поделено На такие Маленькие Райончики По нескольку домов Как бы Отдельные Комьюнити Которые Сами Сами Себе Обеспечивают Сами За всем Следят То есть Такие Отдельные Жилищные Коммунальные Хозяйства Но Поскольку Это все Старые Районы Соответственно Здесь Видно Что Мягко Говоря Не очень Хороший Здесь Контингент Сейчас Я вам Покажу На забор Видимо Здесь Очень безопасно Решили Закрутить Что-то Поднадоело Мне Смотреть На красоты Этих Старых Районов Нет Здесь Никакой Романтики Если Честно Романтика Есть Вот Это Старая Бла 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 Ну Да Может быть Где-то В центре Города Маленький Райончик Который Сохраненный За которым Следят В нем Там Есть Какая-то Романтика А вот Во всем этом В общем-то Тоже Старом Да Городе На Который Наплевали Нет Никакой Романтики Обычные Трущобы И Мягко Сказать Не особо Здесь Безопасно Конечно Жить Можно В таком Районе Особо Крепкие Яйца Не нужно Иметь Но Нужно Понимать Что Возможны Конфликты У меня Тоже Были Конфликты Приходилось Как-то Разбираться С местной Шпаной Вот Но Как бы Если вы не семейный То можно и пожить Ну если семейный Бездетный И молодой То тоже можно пожить Но честно Удовольствие Особого Это не доставляет Поэтому Такие районы Конечно Не знаю Лучше в них Не жить Да Это Не очень Полезно Для нервной системы Вот Ну а на сегодня Это все Вы слышали Да Опять пищит Это Следит за мной Страховая компания И активно Смотрит Как я вожу Присвоила мне Рейтинг Б Я вам Говорил Как-то Что мне поставили Этот жучок Вот Сказали Что у меня Не очень Хорошее вождение Ну Вот Рейтинг Б Я получил За свое вождение Вот Черт бы с ним Ну Это все Что я имел Вам на сегодня Сказать На сегодня Это все Надеюсь Вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Пишите Что вам еще Интересно Я честное слово Стараюсь Как могу Но Никуда нельзя Стараюсь 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 Продолжение следует...